Субботники проводятся на территории Старорусского кладбища регулярно. Студенты первым делом наводят порядок, а после их ждет экскурсия по месту, которая имеет богатую историю. Перчатки. Хорошая погода и отличное настроение. Именно так началось утро Анастасии Прилудской вместе с одногруппниками. Ее фронт работы – покраска табличек. Делится. Как только услышала о предстоящем субботнике, решила присоединиться. На самом деле для меня очень важна окружающая среда нашего любимого города. Это мой район центральный, поэтому я часто принимаю участие в таких добровольных акциях. А вот Александра Некур из Ставропольского края приехала в Крым для поступления в ВУЗ. И сразу втянулось в волонтерское движение. Мне было интересно узнать и посетить необычные места, которые здесь находятся. И, конечно, я переживаю за окружающую природу. И поэтому сегодня пришла со своей группой, чтобы облагородить территорию. Всероссийский субботник проходит уже четвертый год. В текущем выбор площадки, которая будет облагорожена, пал на Старорусское кладбище. Цель мероприятия – приобщать граждан к сохранению культурного наследия. Пришли наши неравнодушные граждане, студенты, школьники. И обрезать растительность, непосредственно привести в порядок сами памятники. С тем, чтобы отдать дань памяти людям, которые здесь захоронены. Ну и для того, чтобы увековечить их память в истории. Программа у волонтеров более чем насыщенная. Поскольку у нас активно принимают участие школьники, то для них проведем мастер-класс и покажем, как обрабатывать камень. Фактически там бордюр такой каменный. Сможем продемонстрировать, что можно сделать, чтобы его очистить и непосредственно покрасить. Международный день охраны памятников и исторических мест отмечают 18 апреля. Чтобы очистить как можно большую часть территории, на Старорусском кладбище города решили провести двухдневный субботник. Большинство мест захоронения в плохом состоянии и нуждается в ремонте. Все это нужно содержать в порядке, изучать. Возможно в дальнейшем ставить на охрану как объект культурного наследия. Но сейчас здесь нужно все привести в порядок. Нужно расчистить, нужно скосить вот эти кусты, которые в огромном количестве здесь располодились за последний период. Проводить такие субботники планируют до 9 мая. Даут Чахалов, Саид Лиляев, телеканал «Миллет».